Привет, друзья! Наконец-то я собралась записать «Десятый шаг». Почему не получалось? В общем-то, несколько раз пыталась записывать это видео. Но либо чувствую, что я неискренно говорю, либо как-то всё это натянуто, скучно. Ну и я отпустила эту ситуацию. Думаю, ладно, мои высшие аспекты моей души подскажут, когда нужно. И, в общем-то, действительно, я чувствую, что могу сейчас поделиться с вами. Итак, «Десятый шаг». Он самый простой, но самый сложный. Это наши мысли. На самом деле, в какой-то момент, когда я занималась гимнастикой, делала зарядку, но не контролировала свои мысли, то есть думала о том, что, блин, мне уже 60 почти, я такая неповоротливая, такая тяжёлая, вот здесь у меня не получается, вот здесь у меня вообще колени болят и так далее, и так далее. И я почувствовала, что мои мысли дают дополнительное сопротивление моему телу. То есть тело на следующий раз вообще уже не хочет заниматься, нет желания, потому что я как бы его ругаю, получается. И постепенно я начала контролировать свои мысли, не так, чтобы говорить, ой, это плохая мысль, уходи там и так далее. Я начала просто их менять. А теперь я заранее уже знаю, о чём думать мне на каждом шаге, что мне представлять, чтобы мне действительно было легче заниматься, и это действительно очень-очень помогает, потому что наши мысли формируют нашу реальность. И я, в общем-то, не буду сейчас рассказывать о том, что мысли материальные, о том, что наша реальность зависит от наших мыслей. Я просто поделюсь своим опытом, что я делаю, о чём я думаю, выполняя каждый из девяти вот этих предыдущих шагов. Ссылочки есть в описании. Для того, чтобы подготовить своё тело к интенсивным танцам, для того, чтобы чувствовать себя гораздо моложе и гораздо энергичнее. Итак, первый шаг – это ходьба на носочках. Я просто представляю себе, что я бабочка. Я просто представляю себе, что я очень лёгкая, ну, просто как листочек осенью или бабочка летом, и буквально практически парю по квартире на носочках, летаю. И на самом деле этого, в общем-то, достаточно. То есть, и через какое-то время это уже становится автоматическим действием. То есть, я уже не представляю специально, но у меня это приходит саму, потому что я приучила своё сознание думать именно так. Второй шаг – там упражнение на вытяжку. Я просто представляю, что я там росточек или цветочек, который с радостью тянется к солнцу, к небу, растёт, вытягивается. То есть, получается, что на это упражнение работает не только тело, но и мозг. И, соответственно, новые нейронные сети, допустим, они только помогают делать то или иное упражнение. Вот, в общем-то, такие простые способы, чтобы всё было направлено на достижение наилучшего результата, в том числе и работа мозга, в том числе и нашей мысли. Третий шаг – это пять тибетцев. Во время выполнения этой гимнастики я стараюсь полностью погрузиться в тело. То есть, я наблюдаю за тем, как я делаю упражнения. Я наблюдаю за тем, как я дышу. Тем более, что там нужен особый ритм дыхания. И об этом я рассказываю и в видео «Шаг третий». И об этом… И, кстати, если вы хотите выполнять эту гимнастику, обязательно почитайте книгу Питера Келдера «Ока возрождения». Там всё очень подробно рассказано, как делать эту гимнастику. Да, и я, в общем-то, погружаюсь полностью в тело, наблюдая за собой. Вот, наблюдая за тем, как я дышу, наблюдая за тем, как я делаю эту гимнастику. Не надо сказать, что мыслей просто даже нет, потому что некуда вклиниться в процессе моего наблюдения. Когда я прыгаю на скакалке, я представляю, что у меня в кроссовках или носочках встроены пружинки. Я представляю себе, что я пузнечик, который, в общем-то, может довольно высоко прыгать. Ну и надо сказать, что обращаю внимание на то, как я прыгаю и хвалю себя на скакалке. Но я, надо сказать, всё время стараюсь себя хвалить, потому что проявление любви к себе очень помогает телу. Не только быть здоровым, но и быть физически подготовленным на уровне, скажем так. Ну и то, что касается обраща. Вот, когда я кручу обращ, допустим, я представляю, что моя талия с каждым поворотом обраща становится всё тоньше. Да? Я не знаю, на самом деле, становится она тоньше или нет. Как-то я не измеряла ещё. Но я чувствую, что это действительно помогает телу двигаться более, скажем, виртуозно. Когда я делаю кардиогимнастик, а делаю я её по видео, у меня включено видео на телевизоре, я, в общем-то, смотрю эти упражнения и повторяю за девчонками. И, в общем-то, очень часто я представляю, что я одна из этих девчонок. Я в их компании, весёлой, молодой, жизнерадостной. И надо сказать, что это действительно добавляет какой-то молодости. И когда я представляю, что я вместе с ними там, внутри, в телевизоре делаю эту гимнастику, что я одна из них, это действительно очень помогает телу чувствовать себя молодым, чувствовать себя энергичным. Дальше у нас седьмой шаг, это контрастный душ. И я представляю, что из лейки на меня льётся не вода, что это источник здоровья, что это источник радости, источник жизненной энергии. Понимаете? Просто представляю, что на меня льётся вот такой вот жизнерадостный, позитивный, ласковый источник. И прямо бывает иногда, я кожей чувствую, что это не вода. Вот настолько я себя убедила в этом, что на меня льётся солнечный свет, божественная энергия. И из душа я выхожу, ну, просто как совершенно новый человек. И надо сказать, что вот этой энергии, которой я напитываюсь в процессе контрастного душа, мне хватает до самой ночи. И я делаю массу дел с лёгкостью, практически не чувствую никакой усталости. Восьмой шаг – это прогулка. Ну, там вообще всё просто, на самом деле. Я включаю музыку, стараюсь ни о чём не думать, просто наблюдаю, наблюдаю, рассматриваю всё, что я вижу перед глазами у меня. Люди, дома, природа, деревья, снег, дорога – не столь важно. Важно погрузиться в это очарование окружающего мира. Важно погрузиться и созерцать с радостью и с любовью то, что он нас окружает. В этом просто очень большой ресурс, очень большое наслаждение. Девятый шаг – школьная гимнастика. Я представляю себя вообще, даже от слова школьной, какой-то школьницей, девчонкой, которая выбежала там в спортзале, либо во дворе, и с радостью, с таким озорным каким-то восторгом делает эту зарядку. Просто визуализирую вот такую вот сцепку. И на самом деле всё действительно получается гораздо легче, как-то непринуждённо, как-то легко. Ну, в общем-то, я пришла к выводу, что если направлять свои мысли в нужном направлении, если делать свои мысли помощником, то все эти, скажем, физические упражнения становятся делать гораздо легче, гораздо проще. И всегда есть желание этим заниматься. Потому что я знаю, что кроме физических упражнений у меня ещё будет много радостных, счастливых мыслей, которые мне очень помогают. Очень надеюсь, что мой опыт будет полезен и для вас. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк и не забыли подписаться, если вы не подписаны. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, делитесь вашим опытом, делитесь вашим мнением. Для меня действительно это очень важно. Я очень жду от вас обратной связи. Как всегда. Всех вас люблю. Всем пока.